МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Он ушел из жизни 25 января. Точная причина смерти полковника пока неизвестна. Сообщается лишь, что он скончался в первой областной больнице, куда его доставили после автомобильной аварии. Все детали в нашем репортаже. Его одежда до сих пор висит на вешалке, как будто он ненадолго отлучился. Коллегам тяжело представить, что в свой кабинет Сергей Николаевич больше не зайдет никогда. Коллектив потерял замечательного руководителя, ответственного, хорошего человека. Сергей Николаевич был прирожденным военным. Он и служил в вооруженных силах 32 года. Служил в Германии, Афганистане, Туркестане и Забайкалье. Награжден семью медалями. Отделом военного комиссариата Свердловской области по городу Заречный руководил с 14 ноября 2000 года. Было... С ним работать легко, спокойно. Военкомат его лице потерял опору какую-то, надежность. В общем-то, все очень скорбим и переживаем. Точная причина смерти военкома пока не сообщается. Известно лишь, что за несколько дней до смерти полковник попал в автомобильную аварию на 18-м километре автодороги Екатеринбург-Тюмень. Сотрудники ГИБДД, конечно, не медики. То есть, в целом, посмотрели человека вроде бы нормально. Но это, скорее всего, может быть и было состояние шока. Вот, как выяснилось позже, у погибшего был встроенный кардиостимулятор. На момент, когда произошло дорожное транспортное происшествие, вот как чувствовал сам себя? Может быть, вот он уже в этот момент себя плохо чувствовал и не следил за дорожной обстановкой. То есть, мы сейчас это сказать не можем. После аварии в тяжелом состоянии Сергея Николаевича доставили в медсанчасть 32, а затем в областную клиническую больницу номер 1, где 25 января военком скончался. Весь день 26 января люди, знавшие Сергея Аверченко, приносили в военкомат цветы и выражали свои соболезнования. Прощание с военкомом состоялось сегодня утром в Екатеринбургском доме офицеров. Военком Сергея Аверченко похоронен на Широкореченском кладбище в Екатеринбурге. Данил Кельдушевский, Антон Коряков, Иван Козырев. Детали дня. Пожарные подвели итоги 2011 года. Число пожаров и пострадавших от огня опять выросло. Причем в МЧС подчеркивают, причина – сами люди. Основными причинами пожаров явились в 2011 году это неосторожное обращение с огнем 39%, неисправность электрооборудования – 39%, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования – 12% и прочие причины – 10%. Среди прочего – поджоги. Возгорание по этой причине происходит в подвальных помещениях и в зданиях-недостроях. По статистике их больше половины. Всего за 2011 год в Заречном произошло 10 пожаров. Еще 18 приходится на ближайшие деревни и коллективные сады. По итогам года выявлено, что февраль стал месяцем пожаров. Также основные всплески наблюдаются в январе – период новогодних праздников – в июне, в августе и сентябре. За 2011 год во время пожаров пострадало два человека. Еще двое погибли. Зато 2012 год, подчеркивают в МЧС, начался положительно. На данный момент произошел всего один пожар. В МЧС надеются, что профилактическая работа пожарных с населением принесет свои результаты и снизит количество возгораний в этом году. Эпидемиологическая обстановка в Заречном пока благополучная. По данным Центра гигиены и эпидемиологии, в первые три недели нового года в нашем городе зарегистрирован только один случай заболевания гриппом. Зато простужаться зареченцы стали чаще. За прошлую неделю симптомами острого респираторного заболевания в медсанчасть обратились 146 человек. Причем 119 из них – дети. Медики просят родителей отнестись с предельным вниманием к здоровью своих чад, особенно в холодный период времени. В целом же ситуация с сезонными заболеваниями в Заречном пока благоприятная, говорят в региональном управлении ФМБА. Добавим, что несколько хуже дела обстоят в Свердловской области в целом. За третью неделю января простуду и грипп подхватили 20 тысяч свердловчан. Это высший уровень предыдущей недели на 15,5%, сообщает портал Е1. Татьянин день в России отметили более 7 миллионов студентов. Для них подготовили катание на коньках, конкурсы и концерты с участием звезд отечественной эстрады. В Уральском технологическом колледже все прошло намного скромнее. Большинство молодых людей встретили этот день на зачетах и консультациях. О том, чем живет и как выглядит современный студент, смотрите в нашем сюжете. Это утро в Уральском технологическом колледже началось с учебной эвакуации. Такой увлекательный и полезный эксперимент подготовил для ребят студенческий совет. У ступени колледжа студенты соревновались в конкурсе на самую громкую кричалку, а после дружным маршем обошли вокруг учебного заведения. Вокруг почета, вокруг колледжа, бегом! Вы студенты ОРТК, поздравляем всех уроков! Самые яркие моменты дня студента запечатлел на свою камеру Александр Шарафуддинов, студент первого курса в кафедре автоматизации. Он увлекается фотографией и спортом, да и учится с необычайной легкостью. Ну не знаю, где студенты живут, а я живу спокойно. Пришел на паре, отсидел, все сдал и ушел. Во всех своих начинаниях Александр Шарафуддинов стремится быть похожим на выпускника колледжа Дениса Полющика. Ну вот, понесю к Денису. Очень хороший человек. Александр и Денис – отличники. Оба не выпускают из рук фотоаппарат. Единственное, чего не хватает Александру до полного сходства со своим кумиром – научиться крутить пластинки. Денис – диджей в ночном клубе. Модные увлечения – неотъемлемая часть облика современного студента. Современные студенты, они по своему характеру более мобильные. Если в прежние времена студент чутко выполнял указания преподавателя, при указании декана, то сейчас студенты очень часто проявляют свою инициативу. Насколько изменились студенты, может судить Елена Сутягина. Уже 10 лет она работает в гардеробе колледжа. И за это время повидала не одну тысячу молодых людей и девушек. Студенты стали более воспитанные, грамотные. Ну, я имею в виду, что и с компьютерами связана у них работа, и вообще. Ну, такие. Есть, конечно, грубые, но их меньшинство. А есть хорошие ребята, добрые. И спасибо скажут, и до свидания скажут. Этот день современные студенты проведут за своими партами. Ведь в колледже — разгар сессии. А уже вечером после учебы многие отправятся в ночные клубы, где их ждет застолье, конкурсы и танцы. Данил Кельдушевский, Антон Коряков, Иван Козырев. Детали дня. Гитара опять не хочет молчать. Слова из песни Владимира Высоцкого, которому на этой неделе исполнилось бы 74 года. В память о поэте-песеннике в Кровеческом музее Заречного открылась выставка. Детали его жизни в фотографиях, книгах, газетных зарисовках. «Он пел для всех и был одинок» — так звучит заголовок в статье в журнале «Отцы и дети», посвященной 60-летию поэта. Таких журнальных вырезок на выставке не меньше сотни. Здесь и его семья, и любовь, и творчество. Все информационные материалы долгие годы собирала Зареченко Эмма Алексеевна Шмотьева, поклонница творчества Владимира Высоцкого. В честь дня рождения поэта-песенника она предоставила их музею на обозрение всех горожан. Коллекцией этих фотографий поделилась Елена Парскевиди. Почти 40 портретных снимков представлено на стене памяти. Высоцкий поэт, Высоцкий актер, да и просто Высоцкий. Каждый его знает по-разному. Личность Высоцкого очень неординарна, очень разные мнения, очень разные впечатления. И тем более, что в Заречном прошел просмотр фильма «Высоцкий, спасибо, что живой», который тоже вызвал неоднозначные мнения. И я думаю, что люди, заинтересованные и любящие творчество, могут прийти к нам. И мы найдем о чем поговорить, найдем какие-то общие точки соприкосновения. И нам было бы очень интересно пообщаться с такими людьми. Поэтому мы приглашаем всех любителей творчества Владимира Высоцкого. Выставка будет работать в течение месяца. В Заречном, наконец-то, пойдет снег. Каким будет прогноз погоды в ближайшие дни, узнаете прямо сейчас. Информация предоставлена агентством Гесметио. 28 и 29 января над Заречном нависнут тучи. Пойдет снег. Температура воздуха ночью минус 15, минус 17. Днем намного теплее. Минус 11, минус 12. Ветер преимущественно северный, с порывами до 4 метров в секунду. Атмосферное давление в субботу 759 миллиметров ртутного столба. Воскресенье понизится до 753. Сообщайте новости, получайте призы. Очередные подарки за интересные сообщения сегодня получают сразу два неравнодушных жителя города. Кузьма Петрович Ермашкаев и Эльдарханов. Они поделились с нами жизнью Зареченских дорог. Кузьма Петрович, Заречный ТВ благодарит вас за ваше неравнодушие. Городу и городским проблемам. Мы вручаем вам приз за лучшую новость недели. Спасибо большое. Рад. Кузьма Петрович обратился к нам с проблемой пешеходных переходов в городе, в частности на улице Олещенково. Там расстояние между зебрами на асфальте почти 600 метров. Другой победитель – Эльдарханов. Он сообщил нам о ДТП на улице Кузнецова. Здесь столкнулись сразу три автомобиля. Одну машину отбросило на продуктовый павильон. Нашим телезрителям мы вручаем подарки от магазина «Добрый домовой». Получить приз за лучшую новость может каждый. Звоните и рассказывайте о том, что волнует или радует вас. Наши контактные данные вы видите на экране. Если не смотреть и видеть наше свое, значит не знать нашу жизнь. Что творится у нас в городе. А этого делать нельзя. Никому. И на этом выпуск завершен. Смотрите нас по будням на канале Заречный ТВ. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин